Привет! Вы на канале Аликас и сегодня у нас будет интересное видео, в котором вы узнаете информацию, которую еще нигде у нас не публиковали. Мы с вами привыкли, что вот этот вот Вандерер СП-1 стал прообразом лёгкого мотоцикла «Киевлянин». И этот Вандерер был по репарациям перевезен в Киев и выпускался, соответственно, под именем «Киевлянин». Но сегодня в музее в городе Хемниц я обнаружил такой интересный артефакт, который поверг меня, честно говоря, в шок. Идемте посмотрим. Что вы скажете про вот этот вот мотоцикл ХМВ Муке, который выпускался в 1951 году? Ну, если мы, конечно же, внимательно на него посмотрим, то вы скажете, что да, в принципе, это похожий на Вандерер мотоцикл, но у него, если мы очень детально будем рассматривать, установлен двигатель КМЗ. Я, естественно, задал вопрос хранителям музея, говорю, а что это у вас за такое неподобство, как это на иностранном мотоцикле у вас установлен двигатель КМЗ, и вы такое вот демонстрируете посетителям мотоциклетного музея. На что мне ответили, уважаемый господин, вы не правы, был такой производитель ХМВ в городе Дрезден, расшифровывается как «Хайнсберг металверке». А история появления этого производителя очень интересна. Оказывается, в 1950 году киевский мотозавод, в принципе, отказался закупать следующую партию двигателей 98 кубических сантиметров, которые уже выпустил для него завод САКС в Германии. И для того, чтобы как-то реализовать эти двигатели, и начали выпускать в 1951 году вот эти самые ХМВ NUKE. Но, учитывая то, что это были довольно устаревшие мотоциклы на то время, их продавали аж до 1953 года. Но самое интересное в этой истории другое. Это то, что из Германии в Киев поставляли двигатели с отлитыми на картере надписями КМЗ. Первоначальная версия, которую я вам рассказывал, о том, что двигатель КМЗ был полностью локализован в Киеве. Там где-то в 1947, 1948, 1949 годах. Учитывая эту информацию, не совсем выдерживает проверку истории. Вот видите, как полезно ездить по зарубежным музеям. То есть там можно найти вот такие интересные факты. А учитывая найденный сегодня мотоцикл, можно вполне серьезно утверждать, что не только в Киеве выпускали двигатели с логотипами КМЗ. В 1953 году закончилась и эпопея ХМВ как мотоциклетного производителя. И вот этот вот экземпляр, наверное, уникальнейший, который сохранился, позволяет нам посмотреть, чем же в принципе отличался вот этот вот ХМВ от нашего киевского киевлянина. Отличался он довольно существенно. То есть мы видим здесь и абсолютно другую светотехнику фары и другой в принципе вилку. Она тоже отличается. И на этой вилке мы видим и однопружинную систему. Но неизменным остается только сам мотор. Естественно, колеса и даже вот щитки, крылья здесь тоже достаточно другой формы. Другая здесь и сидушка, которая в отличие от киевлянской, видите, имела такую прочную форму и в прекрасном виде дожила до наших дней. Вот об этом, собственно, я хотел вам сегодня рассказать. Но это далеко не все. Кроме того, у меня для вас есть еще один необычный Вандерер, которого вы точно еще не видели. Идемте посмотрим. Те самые нам хорошо знакомые легкие мотоциклы Вандерер. Но обратите внимание, какие двигатели на одном и на втором. То есть это экземпляр 125 кубических сантиметров 1942 года, который укомплектован двигателем не САКС, а ИО. Ну, естественно, с кикстартером. И, в принципе, он делал этот мотоцикл вполне себе таким конкурентом ДКВ РТ-125. И вот тоже достаточно интересный, любопытный двигатель ИО с передним расположением горизонтальным цилиндром, который тоже достаточно интересно смотрится на этом Вандерере. Это редкие модели, о которых мы, в принципе, не знали, но о которых я снял вам подробнее в видео. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Стараюсь вам всегда находить и показывать что-то необычное, что-то интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok